Юлечка Для нее трудно найти неожиданный ракурс, потому что она буквально выросла на съемочной площадке. Эта маленькая звезда зажглась в самом начале 90-х. Модная по тем временам лосины, трикотажная куртка. А это Юлия Началова спустя 25 лет. Она снова поет о любви. Слова и музыка собственного сочинения А сценография почти как в жизни. Вокруг полно мужчин, кто с клюшкой, кто с мячом. И с этими видами спорта Юлию действительно многое связывало. Например, двое бывших мужей, один известнейший футболист, а другой чемпион мира по хоккею. Но почему же самые завидные мужчины страны в итоге, так же как в ее песне, оказываются героями не ее романа? Я отвечала, весело смеясь, что ты герой не моего романа. Почему же головокружительные истории отношений неизменно заканчивались скандальным разрывом? Кто спас певицу, которой не могли помочь ни отечественные, ни американские врачи? За что у певицы отобрали водительские права на полтора года? И чем девочка из Воронежа заинтересовала самых известных продюсеров с Мэдисон-Авеню? И какой он мужчина мечты для девушки, у которой, казалось бы, есть все, о чем только можно мечтать? Мне кажется, что это может случиться в любой момент, в нужном месте. Я доверила Богу вот эту всю историю. Мне кажется, что Господь мне пошлет правильного человека. Я набралась ума, опыта и сделала какие-то разные выводы, что хорошо, что плохо. Готова ли она раскрыть все свои секреты? И какие истории навсегда останутся за кадром? И приготовим съемки. Мадон! КОНЕЦ 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 С этой певицей даже звезды хотят сфотографироваться. Юлия Началова не только на сцене, но и в своем цехе пользуется популярностью. Вот этот человек, который меня подрабатывает. Я вам про нее говорила, вот такая, вот такая. Коллеги говорят, что Юля может быть разной, но с ней точно не соскучишься. Как ни странно, в агрессивной среде шоу-бизнеса у нее почти безупречная репутация. За всю историю моего общения с разными людьми, с артистами, коллегами, это самый оптимистичный человек, которого я знаю, в мире. Что бы ни случилось в своей жизни, какие бы невзгоды и горести ни происходили, человек с уникальным чувством держаться на плаву и заряжать всех вот этой вот своей энергией. При этом Юлия совсем не из этого мира. В шоу-бизнесе у нее никогда не было влиятельных покровителей. Эта певица пришла на сцену в прямом смысле с улицы. Без опыта, без денег и без звездного продюсера. Я помню, когда я ее впервые увидела, видела я юную, талантливейшую девочку на «Утренней звезде». И позже, мне кажется, она была таким эталоном вокального искусства для многих певиц. На это шоу мечтали попасть миллионы советских детей. Дорогие зрители в эфире телевизионная конкурсная программа «Утренняя звезда». Бессменный ведущий программы «Утренняя звезда» Юрий Николаев вспоминает, что обычные мальчишки и девчонки без титулов и званий выступали вживую и собирали полные залы. Ко мне на съемочную площадку пришла моя подруга из музыкальной редакции, а в это время Юля репетировала на сцене. И моя подруга говорит, что они у тебя все под фонограмму поют. Я говорю, какую фонограмму? Юля, я говорю, Юля, выключи фонограмму, которую вот с этого места начни. И Юля чистейший голос. И моя коллега, которая с высшим консерваторским образованием, она сказала, вот это да, вот это да. Юля, как и другие претенденты, пришла на конкурс вместе с родителями. Она уже тогда говорила, что будет выступать на большой сцене. Причем не только в Москве, но и в Америке. Взрослые отлично понимали, как далеко от Воронежа до сцены Востанкина, не говоря уж о Нью-Йорке. Но Юля в тот раз удивила всех. Сначала в редакции мы познакомились, потом мы прослушивали Юлю. И она всем понравилась. И все сказали, берем для участия в первом туре. И она прошла первый тур, первая, победила, идет дальше. Наши призы, цветы. Это действительно потрясающий профессиональный микрофон от фирмы МСМАКС. Набор посуды от фирмы ИнтерАкре. Цветы от киевской фирмы Роксолана, а также от поклонников. После победы в «Утренней звезде» ее жизнь изменилась. Концерты, съемки новых клипов и запись первого альбома «Ах, школа, школа». И мало кто понимал в тот момент, что певица еще сама не встала из-за парка. Ведь после концерта ей еще нужно было сделать домашнее задание. И первый звонок, колокольчик волшебный, для нас прозвенел в первый раз. Для нас прозвенел в первый раз. Ну так вот удавалось. Я с книжками летала, с рюкзаком книжек. Делала там уроки, учила параграфы, все в самолетах, в поездах. А вскоре сбылась и детская мечта. Юля действительно приехала в Нью-Йорк, когда ей еще и 16-ти не исполнилось. На престижном международном конкурсе «Би Кэппл 95» вместе с ней выступала будущая звезда мировой величины Кристина Агилера. Через много лет Юля споет хит своей соперницы так, что зрители вздрогнут от внезапного совпадения и по тембру голоса и по манере исполнения. В 1995 году американское жюри безоговорочно присудило Юле победу в конкурсе. Но на родине ее узнали после клипа «Герой не моего романа». Песня моментально взлетела на верхние строчки хит-парадов страны. Поклонники следовали за юной певицей по пятам и буквально охотились за Юлей. В одном городе фанатичный бежал за мной по стадиону с отверткой, с криком «Я тебя люблю!» Я от него, а за ним бригада полиции бежала. Такая гонка была. С юной блондинкой мечтали познакомиться самые завидные женихи страны. Юлю все чаще замечали модные журналы и звезды шоу-бизнеса. Ходили слухи, что она может породниться с семьей Газмановой. Иначе зачем младший Газманов, Родион, так часто поет с ней дуэтом? Я бы хотела нарисовать мечту Солнце и ветер, молнию на лету Однако ее выбор поразил многих. Героем первого звездного романа Юлии Началовой стал фронтмен группы «Премьер-министр» Дмитрий Ланской. Ты сказала, я своей добился цели Но я не хотел, поверь, не хотел Эти отношения развивались стремительно. Всего через 4 месяца после знакомства Дмитрий сделал Юлю предложение. Невесте было всего 19, и она, как вспоминают родители, только что не летала от счастья. А я так вот племена, что выскочила, сходила, не хочется ничего плохого говорить, Но этот первый брак для нее был очень неудачным. И по здоровью, и по всему. На публике их часто принимали за брата и сестру. Они все делали вместе и не расставались ни на секунду. В одном из интервью того времени Юля признавалась, за полгода она провела в разлуке с мужем только 4 дня. Правда, вскоре и поклонники, и журналисты заметили, в этой паре что-то пошло не так. Попытке понравиться своему возлюбленному Юля едва не довела себя до анорексии. При росте в 165 сантиметров, после всех диет, она весила чуть больше 40 килограммов. Этот брак, который со стороны напоминал красивую сказку о Золушке из Воронежа, не продержался и трех лет. Ну, конечно, там она сильно просела с этим похуданием. По ударчику, по организму был. Она пела о любви, продолжая искать героя своего романа. Юля точно знала, такие сюжеты существуют. И одна книга о семейном счастье всегда была для нее открытой. Ее родители прожили вместе более 40 лет. Виктор Васильевич – профессиональный музыкант и продюсер. Таисия Николаевна – певица классического жанра. Они хорошо понимают, каким трудом достаются дочери ее победы. Поэтому дома у Началовых на почетном месте награды и фотографии. А 12 лет назад в этой галерее появились снимки внучки Верочки. Вера, помнишь, как чай с тобой пили, когда ты совсем маленькая была? Я делал так. Вера заглядывала ко мне и все. Дочь, как и Юля когда-то, уже пользуется известностью. Если у мамы были поклонники, то у Верочки – подписчики. Но музыка – это только часть семейной традиции. Мама Веры, конечно, звезда на сцене. Но папа – не менее звездный футболист, который в составе ЦСКА выиграл Кубок УЕФА и два чемпионата России. У нее же гены и спортивные, и музыкальные в равной степени. Но ее больше тянет, безусловно, в творчество. Но почему распалась звездная пара? И кого Евгений Алдонин обвиняет в разводе по-американски? Дамы и господа, я объявляю церемонию законного бракосочетания Евгения Алдонина и Юлии Началовой. Евгений Алдонин признавался, что еще до встречи с Юлией Началовой был в нее влюблен. Как влюблены многие мужчины в эстрадный образ яркой певицы. Я его покорила еще за много лет до нашего знакомства. Это не мой вывод. Это рассказывали его близкие люди, друзья. Такое бывает. Женя, да, говорил, что поедет в Москву, когда он был еще ребенком. И Женя на Юлии Началовой. А в семье Юли, как выяснилось, тоже хорошо знали будущего зяти. Виктор Началов – давний болельщик ЦСКА. В то время команда не переставала радовать своих фанатов. Сначала клуб, за который играл Алдонин, выиграл чемпионат России. Поздравляем с выходом в финал Кубка России. Поздравляем ЦСКА! И в том же году совершил нечто невероятное. Команда увезла из Европы Кубок УЕФА. ЦСКА – первый рождественник чтобы победить огромный европейский тайтл. Отец Юли хорошо помнит тот день, когда на пороге дома возникли сразу две звезды. Его дочь и полузащитник любимой команды. Молодые люди просто сияли от счастья. Я заочно, как бы, хорошо к нему относился, смотрел, он полузащитник, такой полезный, очень хорошо играет, молодой. Вот, и друг Юли, так, гумс, познакомился, ну, подъехали, сюда мы познакомились. Нормальный человек. Я люблю таких вот нарциссов, которые вот петухами ходят там, с себя, красавчиков, нормальных, музыков, мужчин. Впервые Юля внимательно изучила Евгения Алдонина в аэропорту. Она возвращалась к гастролей, а вся мужская компания с азартом смотрела трансляцию, где ЦСКА играл в финале Кубка Уэфа. А через два дня в Москве на одном из светских мероприятий к Юле подошел мужчина, в котором она сразу узнала звезду игры за Кубок Чемпионов. Определенный двигатель такой был. Пусть это, не знаю, там мой плакат или мой клип там, или что-то, да, сработало как катализатор для его дальнейшей карьеры, для его развития, для его побед, для его, как сказать, профессионализма, кубки, награды, чемпионства и все остальное. Капитан сборной России, свадьба наша, ребенок, которого мы очень хотели. Их дочь стала знаменитостью, едва появившись на свет. Получить снимок маленькой Веры хотели фотографы всех модных журналов. У нас стояло такое количество аккредитованной прессы, что мне пришлось не нанять охранника. Казалось, что в тот день все звезды сошлись у купели маленькой Веры. На съемках из церкви весь цвет российской эстрады. Шоумены, актеры и продюсеры, знаменитые спортсмены. Крестной мамой для дочки Юли согласилась стать певица Лариса Долина. «Ой, как хорошо!» «Нет, нет, нет, нет!» «Футболистка, посмотри!» «Ноги!» «Футбольные ноги!» «Подачам, да?» «Маме ловится!» «Так, что еще там?» Вера, как и мама, выросла в среде музыкантов. На этих кадрах ей пять лет. И в доме снова творческая атмосфера. Пожалуй, этой девочке повезло увидеть то, что обычно скрыто от публики. Например, Николая Баскова в роли зайчика. На дне рождения Верочки звезда эстрады с мировым именем развлекает гостей. Сегодня замечательный праздник. Совершенно недавно Верочка была совсем маленькой. Мы помним каждый ее день. Это просто замечательный ребенок у нас растет. Она замечательная музыкальница. Я продолжу. Она замечательный музыкальный ребенок. Она растет у нас на глазах. Спортивный музыкальный ребенок. На съемках видно, что в этой семье сегодня настоящий праздник. И больше всех радуется папа Евгений Алдонин. Сын, я поздравляю солнышко мое. Желаю тебе всегда улыбаться, радоваться. Да, да, да. И вот так делать. Пожалуйста. И наша дочь. И наша дочь. И наша дочь. Желаю тебе счастья, добра, любви, солнышко. Они как будто созданы друг для друга. Счастливая пара и долгожданный ребенок, ради которого родители готовы на все. Ура! 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 Трудно поверить, что всего через пару лет от этого семейного счастья останутся только воспоминания. А Юля опять будет искать героя своего романа, похожего на главного мужчину в ее жизни. Папу. С Юлей они уже дуэтик спели там. Несколько съемок было серьезно хороших. А куда это все вылез, не знаю, давить не хочу. В воспитании внучки Виктор Началов использует ту же методику, что и когда-то с Юлей. Он начал заниматься с дочерью, когда ей едва исполнилось два года. После года она так, между прочим, взяла и напела там. Так точно и ритмично. Конечно, был шок. Семья тогда ютилась в 10-метровой комнате общежития при филармонии Воронежа. Но маленькую Юлю размер этой сцены ничуть не смущал. Я уже в пяти годах становилась на табуреточку. Раньше так табуреточка. называли. И говорила, что я налодная алтистка СЛ. И я в этом не грамм не сомневалась, и что я на сцене на большой стою. Родители часто брали ее с собой на гастроли. И в один прекрасный день папа подумал, что дочери незачем скучать за кулисами. Он сам написал Юле песню для первого выступления. Я написал песенку «Мой Рыжик». И мы подыгрывали, она выходила, пела. Людям нравилось. Такая маленькая, так точно поет смело. Крутится там, как джекса, пытается что-то там сделать. Ну, без комплексов. Это была музыкальная авантюра для двоих. Отец и дочь вместе отправились покорять столицу на конкурсе «Утренняя звезда». Из багажа только мечты и пара концертных костюмов. На тот момент у нас даже знакомых не было, каких-то, кому мы могли постучаться с чемоданчиком и сказать, можно мы вас приночуем. Мы на «Утренняя звезда» приехали. Мы снимали какие-то гостиницы, мы снимали квартиры. После победы в конкурсе Началовы оказались перед непростым выбором. С одной стороны, у Юли были предложения о работе. Ее утвердили, например, на должность ведущей самой популярной тогда детской программы «Там-там новости». Но для того, чтобы дочь могла строить карьеру в столице, всей семье пришлось бы изменить привычный образ жизни. Новенькую одноклассницу другие дети считали выскочкой и не принимали в свою компанию. Я помню, что я думаю, почему только как-то зло какое-то, я не понимаю. Почему как-то все сверху вниз, вот как-то так. Но когда уже мне некоторые одноклассники задали вопрос, а Воронеж это в России, в Африке. И только здесь, на съемках или на сцене для нее начиналась настоящая жизнь. Чем старше становилась, я уже понимала, что я всем не могу нравиться, прям вот всем-всем-всем. И я никого не заставляю собственно, да, вот я делаю то, что я могу, если это приносит кому-то радость. Вот эта поддержка, наверное, в первую очередь всегда от отца шла. такая рука незримая в помощи, глаза в глаза, и прям, ах, даже мне прям отдавал вот эту энергию, и я себя чувствовала таким, ну, победителем. Отец и дочь и сейчас самые близкие друг к другу люди. Он пишет песни для Юлии, всякий раз волнуется, когда она выходит на сцену. Возможно, Виктор Васильевич в жизни Юлии есть тот идеальный мужчина, который всегда был рядом. И когда она боролась с болезнью, и когда предавали любимые люди, и когда от нее едва не отвернулись друзья и поклонники. В момент грандиозного скандала, едва не поставившего крест на репутации началовой. С этих кадров в тот день начинались все выпуски утренних новостей. Сотрудники ГИБДД ночью остановили машину, которая, по их словам, виляла на дороге так, словно водитель был не трезв. За рулем певица Юлия Началова. И она наотрез отказывается выходить из машины. Скажите, пожалуйста, вы в приборы инспектора продуваться будете? Нет. Погромче, пожалуйста. Нет. К доктору-наркологу на медицинское освидетельствование вы поедете? Нет. Знаете, что за это предусмотрено и вас могут лишить права управлять транспортным средством? Да. Юля вспоминает, что в тот момент она сильно испугалась. Я не звонила папе, никому не звонила, мне как-то неудобно, думаю, еще я буду будить людей, их заставлять нервничать за каких-то непорядочных работников, структур. Певица говорит, она впервые оказалась в такой ситуации. Сотрудники полиции, по ее словам, вели себя слишком напористо, а в голове еще были свежие воспоминания о бандитах, которые грабят дорогие машины, изображая инспекторов ДПС. Как я уже говорила, с мужиками неизвестными, мне непонятными, может, они переодет, я одна, я девушка, я почти приняла решение не выходить из машины при любых обстоятельствах, поэтому тут могут говорить, уже писать все, что хотят. За этим делом следили все светские журналисты страны. Все факты были против Юли. Она отказалась от медицинской экспертизы, суд не сомневался в показаниях сотрудников полиции, аргументы защиты во внимание не приняли. Началову лишили водительских прав на полтора года. Но адвокатами, естественно, будут идти дальше, я даже не представляю, для меня это уже какой-то смех и грех, потому что девять слушаний по поводу такой я не очень понимаю. Кажется, что никакие неприятности не могут погрузить ее в депрессию. В любой неудаче она старается искать позитивную сторону. И даже скандальную историю развода с футболистом Евгением Алдониным Юля готова обсуждать с легкой иронией. Не знаю, мне кажется, что развод с Алдониным это был самый спокойный, цивилизованный развод. Бывший муж тоже был немногословен, но в записях того времени видно, Евгений едва сдерживает эмоции и тщательно подбирает слова. Ну, как обида, но здесь же опять же все время, время, все, проходит время и обида уже становится как-то уже незначительным фактом и вообще есть ли она эта обида. Эти фотографии вызвали шквал комментариев в интернете и бурю в светских изданиях. Юлия Началова, замужняя женщина, целуется с женатым хоккеистом Нью-Йорк Рейнджерс Александром Фроловым. Они познакомились в Америке, где Юля записывала новый альбом, а Фролов заканчивал сезон в команде нью-йоркских Рейнджеров. Перспективный хоккеист премьер-лиги познакомился с Юлей на ужине у общих друзей. В ресторан на Мэдисон-Авеню Фролов пригласил Юлю, когда они только начинали общаться. В ресторан заходит старый дедушка, очень пожилой возраст. И у него, как я поняла, была такая болезнь паркинсон, у него очень прям тряслись руки, в руках у него фотокамера. Они не знали, что безобидный на вид дедушка настоящий волк американской журналистики. Дедушка нас фотографирует, ну просто сидим, дедушка говорит, ну что вы, как неродные, говорит, сидите, ну обнимишь ты свое, как невесту. И Александр, не думая ни минуты, а то и ни секунды, как бы делает жесты, которые все видели потом на обложках. Вот. Поэтому я, конечно, как ставить, уже в шоке. Уже на следующий день фото Александра и Юли были на обложках самых топовых журналов. В Америке хорошо знали фролова. Самые богатые клубы дрались за контракт с этим хоккеистом. Заголовок «Нью-Йорк пост «Квин оф хаккей». Я, конечно, безумно была рада, что я где-то там «Нью-Йорк пост». Думаю, ничего себе, какая честь и слава. Но была горда в тот момент Александром, потому что реально мастер большой, достижения у него большие. Счастливы были и российские журналисты, которые стали охотно тиражировать сенсацию. Не радовала новость из Америки только Евгения Алдонина. Футболист не привык к тому, что на его половине поля хозяйничают игроки из другой команды. Когда люди публичные, когда известные, скрыть это очень-очень тяжело, как, допустим, те же самые журналы, которые появились. Ну, а как ты, куда ты уже убежишь, куда ты скроешься, когда это все появилось? А потом, как сказать, говорить про то, что, оказывается, у меня здесь уже были какие-то отношения, то есть, на меня вешать, лучше приложить, да, на кого-то другого, но только не на себя. Юля считает, что в тот момент они с Евгением только формально оставались мужем и женой. Она целиком ушла в новый проект и неделями пропадала в Америке. Муж охотно помогал ей деньгами, но когда она возвращалась в Москву, почему-то надолго исчезала. Говорил, что по ночам играет в покер с друзьями. Певица же снова, как и в детстве, забывала все неприятности только когда переступала порог студии звукозаписи. Тем более, что теперь у нее в Америке был человек, с которым она просто мечтала познакомиться. Легендарный продюсер Уолтер Афанасьев. Ну это монстр просто. величайший музыкант. С кем он только не работал. Майкл Болтон и Джексон и Барбара Стрезен. Афанасьев продюсер звездного саундтрека к фильму «Телохранитель» Суитни Хьюстон и песня Селин Дион для «Титаника». В Америке говорят, все ноты, к которым он прикасается, превращаются в золото. И с этим человеком Юлю тоже свел случай. Она заперла на парковке автомобиль Филиппа Киркорова, который как раз торопился к известному продюсеру. Он-то и пригласил ее на встречу к Уолтеру Афанасьеву. Нет, я об этом думала многие годы, я этого очень хотела, я к этому стремилась. И именно стремилась настолько точечно, мне так хотелось именно с Уолтером работать. Есть масса свидетелей и окружение мое, которое прекрасно знало, насколько я хочу вот хоть когда-нибудь хоть полкуплета этого песни, этого композитора гениальности. Филипп предложил Уолтеру послушать песню Юли. После певица говорила, она была просто шокирована, когда в тот же день самый известный американский продюсер предложил ей создать совместный проект. Он так послушал, послушал, говорит, давай попробуем песню записать. Но Юля, я не знаю, куда она попрыгнула, на 100 метров вверх, там, вот, сейчас попробовали, сложилось. Говорят, ну ладно, давай писать альбом. Над песнями для нового альбома они работали вместе. Каждый день встречались за роялем и в четыре руки Уолтер и Юля доводили до ума слова и мелодию композиций. Она ощущала себя так, словно попала в параллельный мир. Для одной из композиций Уолтер Афанасьев собрал целый симфонический оркестр. У Юли даже голова закружилась от имен исполнителей, которые пришли записывать музыкальные партии для ее альбома. Работали лучшие люди, только у меня не было грэмми среди них. Лос-Анджелеский оркестр, который играл, их было 90 человек. Мы записывали альбом частично на Capitol Records это легендарная студия, где все писались от Битлз. В общем, это, ну как сказать, даже побывать на экскурсии уже великое дело. Лилия Бом-артист. Так грустит моя душа, а тебе едва дыша, но часы опять спешат. Все это время Юлия начала вылетала из Москвы в Нью-Йорк и обратно. И все чаще, возвращаясь домой, не успевала застать мужа. У футболистов, которые играют за звездные команды, тоже свой график. И менять его под каждого игрока тренеры не будут. Две личности с характером, когда кто-то не идет на компромисс, наверное, кто-то не идет на уступки другому. И тем более, знаете, я карьерист, она карьеристка. В какой-то момент у нее подстраивалась под мою жизнь, под мой уклад жизни, под мое расписание. А в какой-то момент у нее появились возможности в карьере, она уехала в Америку, и так сложилось, что у нее появились отношения. Ну, что делать? Эти двое сделали все, чтобы для дочери ничего не изменилось, несмотря на разрыв отношений. Вера не подозревала, что ее родители развелись. Папа все так же устраивал большие праздники на дни рождения и Новый год. Он изо всех сил старался оградить дочь от взрослых конфликтов. Самая большая трагедия это для детей и для ребенка. Потому что у них вопрос, у ребенка вопрос, а почему, а как так? А почему мама без папы, а папа без мамы? Алдонин и сейчас много времени проводит с Верой. Свою дочь он часто забирает к себе домой. Родители Евгения всегда с нетерпением ждут встречи с внучкой. У нас Женя, он как свой был, так он и есть. У него своя семья, а сейчас другая. Но при всем при этом они к нам приезжают. Даже своего милку там сценишку привезли вместе с новой женой. У нас хорошие отношения. Чего ругаться, если он нормальный парень, если он хороший отец. После развода Юлия повсюду следовала за своим новым увлечением. Когда Александр Фролов играл за Нью-Йорк, они жили в роскошной квартире на Манхэттене. В одном доме с Дэниелом Крейгом и другими знаменитостями. Через год пара переехала в Сибирь, где Фролов выступал уже за омский авангард. Певица вспоминает, что бывали дни, когда она утром улетала на работу в Москву, а вечером возвращалась в Омск, который на время стал ее домом. Она не пропускала ни одного матча авангарда. Я сейчас еду на хоккей, и сейчас буду играть в мой муж. Буду болеть, буду кричать. Я тоже очень хочу, чтобы Саша сегодня забил. Будем прям давайте держать кулачки. В конце концов она решила познакомить Сашу со своей семьей. Родители и дочь Вера были не против. Все решили, что на этот раз у Юли все действительно очень серьезно. Очень хорошо Веру принял как родную, очень добрый, такой нормальный. спортивный, хоккеист. Ну, в общем, мы в нормальных были отношениях. Однако шло время, а о предстоящей свадьбе говорила только желтая пресса. Они по-прежнему появлялись на публике вдвоем, но тактично уходили от вопросов о семейных перспективах. И вдруг, через шесть лет совместной жизни, Юлия заявила, она больше не девушка Александра Фролова. Они приняли решение расстаться. Мне кажется, что после каждого расставания она делает какие-то определенные выводы, знает, рисует себе портрет идеального мужчины, который ей нужен. потому что каждый парень, партнер, который ушел или исчез, или от которого она ушла, он показывает ей, что ей нужно конкретно и чего бы ей совсем не хотелось. Мне кажется, что она сама лепит себе идеал этого мужчины, и она к нему обязательно придет. После этого разрыва Юля словно бы ушла в тень. никто не знал, есть ли у певицы новый друг, да и появится ли он вообще. И только в этом году в ее инстаграме появился вот этот букет из 501 розы. Имя щедрого поклонника Юлия не сообщила. Оставила ему только смайлик с поцелуем на страничке. Но за день до этого она написала в соцсети загадочное поздравление со словами «В жизни мужчины может быть только одна слабость». Это его женщина. Но кто этот таинственный незнакомец, к которому обращается певица? Почему Юлия никому не рассказывала о том, что она тяжело больна? И какие еще испытания ждали ее на звездном пути? Воплощение изящности. Дамы и господа, действительно человек, который своих голосов покорил весь земной шар и мировых продюсеров в том числе. Никто из зрителей и не догадывается, что каждый шаг на сцену дается ей с трудом. Юлия танцует с той же легкостью, что и много лет назад. Первые симптомы болезни она почувствовала еще в Америке. Температура иногда поднималась до 40. Она едва могла ходить, но, превозмогая боль, продолжала работу над альбомом. знаете, так просто немножечко совпало с тем, что у меня начались проблемы со здоровьем. Серьезно. Если есть проблемы со здоровьем, вот на тот период как раз они начинались, и это было достаточно и тяжело, и затяжно. вот, и надо было с этим как-то справляться, и работать я так уже не могла много, и заниматься конкретно прям ударом, когда ты все целенаправленно идешь, это надо очень много сил, энергии, все такое. Нет здоровья, нет ничего. Сильный воспалительный процесс дал осложнение на почке. Все это время был рядом и помогал ей хоккеист Александр Фролов, хотя сам в тот момент лечил травмированное колено. Юля говорит, они тогда представляли собой ту еще парочку. Ради любимой девушки Фролов нашел в Америке лучших специалистов. Врачи поставили Юлю на ноги. Сама захотела, наверное, выздороветь. Уже мне все это надоело наблюдать за собой и мне не хочется, чтобы меня дочь видела в состоянии таком. Это, мне кажется, любая, любой человек независимо. Поэтому здоровье, наверное, прежде всего. Я всегда говорю, что давайте теперь все, время собирать камень, давайте беречь нервы и уже заниматься с большим удовольствием, без нервов, без какой-то лишней суеты. Однако болезнь не хотела уходить навсегда. Теперь Юле постоянно нужно ухаживать за своими суставами. В первое время после лечения приходилось даже носить черные перчатки. Она научилась бороться с депрессией и искренне улыбаться зрителям, даже когда хочется плакать от боли. И у тебя, может быть, все вообще не ладится, даже люди не догадываются, какие-то бывают проблемы или здоровье или еще что-то, когда камера выключается или стресс или еще чего-то. А у тебя такая работа, что ты должен улыбаться, ты должен и не делать вид, что ты улыбаешься. В куплет входим, там есть такой момент, да, то есть там как бы, и ты такая вроде бы направо повернулась, а перед самым пением прям повернула голову и посмотрела в камеру и начала петь. Сцена и съемочная площадка, тот мир, в котором для Юлии Началовой всегда найдется место. И в этом мире она всегда открыта для новых идей и экспериментов. Так, сжена на площадке, приготовились к камеру и экшен! Я хочу услышать все, что можно, то, что нельзя. Я выбираю, я выбираю, я выбираю. И стоп! Стоп! Кайф! Я просто кайфую! Не клип от сказка! У Юлии есть некие свои переживания, это связано, безусловно, с личной жизнью. Я всегда считаю, что у любого творца должен быть какой-то такой некий посыл, чтобы уплескивать свои эмоции. Я очень хочу добавить позитива в эту жизнь и женщинам, всем сказать, девчонкам, что нужно быть уверенными в себе, в первую очередь, любить себя, но не заниматься эгоизмом, а это, я всегда говорю о том, что это роман длиною в жизнь. Если вы будете любить и уважать себя, то и вас будут любить и уважать. Она без стеснения говорит о своем возрасте. Ее снова ждут на съемках, гастрольный план расписан на несколько недель вперед, а в перерывах еще и выступления на ТВ-шоу. Кажется, что ее карьера на сцене опять только начинается. Четко, по плану, у нас тот самый возраст, я обожаю это выражение, это говорил всегда мой бывший муж Жене Алдонина, вот, наш папа, он говорил, что вот самый возраст, когда тебе 30-35, вот 37 в этом периоде, это когда у тебя и голова соображает, и ноги еще бегают, это все же тогда циклично, но вот этот, наверное, и я ощущаю этот прилив какой-то сил, вот этого, почему-то я прям наслаждаюсь этим возрастом, то, что я понимаю, что я стала многое видеть, многое понимать, я живу сейчас не в розовых очках, а достаточно долго жила. Однако теперь у нее есть и еще один мир, в котором ее всегда ждут, и куда она спешит вернуться после концертов. Мы закончили сегодняшний день, я домой после съемок, уже хочу приехать домой, обнять свою дать, чему речку и вообще я скучаю все здесь. Когда она спит, я скучаю, когда она в школу идет, я тоже скучаю, что делать. Она знает, этот человек никогда не уйдет из ее жизни, и что бы ни случилось, навсегда останется самым близким и любимым. Счастье, что оно даже птица упустишь и не поймаешь, а в пленке ему томится, тоже ведь не годится, трудности понимаешь. Поэтому, ну, кто знает, как оно должно быть, но для человека, любого, артист, ты не артист, известный, ты неизвестный, ты в деревне ты живешь или ты не знаю, там, в Арабских Эмиратах на самой высокой и дорогой башне, ничего нет более святого, чем дети. Юлия прекрасно понимает, что концертов и ролей в кино будет еще не мало, а вот Верочка будет маленькой всего один раз. Она старается запомнить каждую минуту, проведенную с дочкой и очень удивляется, когда та ведет себя уже как настоящая подружка, пытается давать маме полезные советы. одними, я не могу назвать в этом поклонник какой-то период один, и Вера сделала вывод, что он влюбился, естественно, надо выдать свой комментарий по этому поводу, что она думает. И как-то мы просто лежим, уже спадки, я и все прям укладываем, вдвоем такие, в обнимочку. И она обожает поболтать перед сном минут 10. «Мам, ну вот этот человек, который тебе звонит, ты сразу не бери трубку, ты помаринуй его». Я думаю, откуда-таки познание помариновать, кого не мариновать. Вот я говорю, Вера, мама не ищет любви, мама занимается своей работой. Но на самом деле ее роман без настоящего героя все-таки будет незаконченным. И Юля даже не думает примерять на себя образ женщины, уставшей от жизни. Она уверена, что еще встретит того самого единственного человека, с которым уже никогда не расстанется. Да, ну, в перспективе, да. Так сказать, я не занимаюсь поиском, я к этому, я сама не ищу, я не, так сказать, не высижу там кого-то или думаю, как бы мне там познакомиться или что. Но совсем недавно она появилась на красной дорожке престижного музыкального конкурса с импозантным мужчиной. Журналистом он представился как Вячеслав, а себе сказал лишь, что занимается защитой прав человека. Все поклонники отметили, что эта пара смотрелась очень эффектно. Я очутившись во взрослой жизни и столкнувшись с какими-то моментами такими душевно-тяжелыми, не знаю, предательства, подставы, еще что-то, наверное, у каждого в жизни такое бывает. Вот. Пусть жестко, очень, но вот пройдя через этот барьер, ну, как не стать сильнее, как не стать умнее, да, как не стать более разборчивее в людях. Без этого ты никак не станешь. Она ничуть не жалеет о том, что жизнь в столице не раз испытывала ее на прочность. Юлия уверена, так или иначе, через потери и расставания проходит каждый. И важно вовсе не то, что осталось позади. Ведь каждый новый день это то самое будущее, в котором всегда есть место для счастья. Субтитры 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 Субтитры